Поиграем в такую ролевую игру. Это нормально. Одних подгорает, другие выгорают. Включайте своё критическое мышление. Уже какая ты умная. Пятая точка в огне. У нас потрясающая Юлия Ёлкин. Попробую сейчас не забыть все регалии, которые есть. Начнём с того, что вы рекрутер. Ты, мы говорили на ты. Конечно. Хорошо. У меня всё равно не получится. Вы рекрутер. Вы рекрутер. Вы работаете в Talent Agency по рекрутингу. И вы ещё и рекрутер года. 2022. Ну, фактически было вот вчера. Я ещё вообще-то предприниматель. Рекрутинговое агентство основала в 2014 году. Это одно из лучших рекрутинговых агентств Эстонии в сфере IT. И что? Ну и моя главная роль из последних – это преподаватель. Вы преподаёте. Да, я создала академию для рекрутеров. И для сыскателей работы. Поэтому это тоже моя новая любимая роль. Если можно сразу открыть с главного заблуждения. Вот буквально до этого мы говорили о том, что люди очень часто путают рекрутинг и HR. Да, HR – это Human Resources или как у нас специалист по персоналу. Управление персоналом – это, можно сказать, полный функционал. То есть от найма до увольнения. HR они и оценку персонала проводят, они развивают, да, они как бы и увольняют тоже. Я, можно сказать, HR на пенсии. Я раньше была HR. И потом в какой-то момент я поняла, что мне хочется только наймом заниматься. И увольнять никого. Так вот рекрутеры, они как раз-таки отвечают за найм. За поиск, за собеседование, за отбор, подбор и анбординг, да, адаптацию. Всё, на этом заканчивается наша работа. В прошлой жизни я и увольняла, и бывало, что закрывала целый офис в Эстонии, 40 человек сокращала. А потом позволила себе сконцентрироваться на найме. Более позитивное занятие, я так понимаю. Да, то есть рекрутмент – это часть работы HR часто в компаниях. Одна из тем, о которой мы, на самом деле, давно пытаемся поговорить в подкасте – это тема выгорания. Мы опытным путём, к счастью или сожалению, выяснили, что это довольно тяжёлая тема для людей, потому что мы несколько раз искали спикера для того, чтобы поговорить об этом, и люди очень часто отказываются по разным причинам. Кто-то боится говорить об этом, потому что это показывает слабость человека, кто-то потому что человек через общение переживает ещё раз какой-то не очень позитивный для себя опыт, и люди не очень как-то охотно вообще в целом говорят об этой теме почему-то, хотя тема очень актуальна, и очень многие пишут об этом, и статьи выходят, и исследования. Мы подумали, что, может быть, с тобой, Юля, тогда получится в каком-то смысле поговорить об этом, потому что очень многие люди, я думаю, или мне так кажется, которые к тебе приходят, они сначала, наверное, сталкиваются именно с выгоранием, и потом уже они говорят о карьерном тупике, и потом они уже начинают думать о карьерном переходе, но всё равно, мне кажется, выгорание – это, наверное, просто, к сожалению, та точка, с которой все сталкиваются, прежде чем начать думать о каких-то карьерных возможностях дальше. Всё так. Знаете, вот недавно шутку в интернете видела, что всемирное потепление из-за чего происходит? Потому что одних подгорает, другие выгорают, да? Но давайте честно, вот это хайповое слово тоже. Выгорание. Мне кажется, что сейчас зачастую люди тоже путают стресс, усталость и выгорание. И не всё, что выгоранием сейчас люди называют, в общем, им является. Вот давайте определимся, да? Стресс – это вот реакция организма на какие-то изменения, на какие-то челленджи, не знаю, ну, физическая, эмоциональная реакция. А выгорание – это затянувшийся стресс. Выгорание случается тогда, когда человек слишком долго из баланса выпадает, баланса жизни и работы, и стресс у него постоянный. Вот тогда случается выгорание. А у нас как? Пришёл новый начальник, стал что-то требовать, да, результаты где? Все выгорели сразу. Мне не нравится. Начальник – юзер. Или там, не знаю, спрашиваешь человека, а ты когда последний раз в отпуске был? Там два года назад. Ой, он выгорел. Это я. То есть давайте вот честно. Очень часто люди путают усталость сильную с выгоранием. Вот как определить, да, выгорел ли ты на самом деле, или ты просто устал? Как я говорю часто, когда люди ко мне как раз обращаются с этой темой, я говорю, слушай, попей водички, не помогло, сходи в отпуск. Длинный такой, радикальный отпуск. Вот если не помогло, то да, вот это оно, надо что-то очень серьёзно менять, да. При условии, что это действительно радикальный отпуск, там ты без работы, не отвечаешь на мейл, на телефон и так далее. И не две недели, а месяца два. Да, ну хотя бы месяц. Ну хотя бы месяц, да. А то люди постоянно откладывают отпуск, но потом они выдыхаются, потом начальство почему-то или там работодатель, да, ответственен за то, что они выгорели. Потом, позвольте, выгорание очень часто сваливают на работу, да. Да, причина, что вот работа, начальник, опять же, руководство. На самом деле выгорание может случиться по разным причинам. И не всегда люди понимают, что это связано с работой, да. Начинаешь разбираться, причины могут быть. Дети маленькие, там проблемы с партнёром, проблемы с родителями. У кого-то там универ заканчивается, и дети, и тут и работа, и всё. И дети тоже заканчиваются. Ну не всегда работа является причиной выгорания. А теперь самое интересное. Не всегда нелюбимая работа является причиной выгорания. Выгорание может случиться и от любимой работы, ребят. Потому что, опять же, ты постоянно выходишь из зоны комфорта, и это слишком уже затяжной стресс для тебя получается. Поэтому давайте поможем слушателям определиться, что с ними происходит. Работа ли это? Или какие-то другие факторы в их жизни, если они чувствуют, что они выгорели? Действительно ли работа нелюбима? То есть это понять? Да. Как это понять? Ну смотрите, вот у нас у рекрутеров есть такая форма, такая понимание, и я часто ученикам тоже её доношу, что если в твоей работе есть 20% задач, которые тебя зажигают, ну ты вот прямо загораешься, прилив энергии испытываешь. Вот, наверное, у вас подкасты, да, это часть работы. Вот 20% хотя бы, тогда ты справишься со всем остальным. Задаю вам всем вопрос, есть ли в вашей жизни эти 20% в вашей работе задач, которые вас зажигают, которые вас наполняют энергией. Если нету, то дело труба. Если есть, ну, фокусируйтесь на них и старайтесь, естественно, ну как бы увеличить эту дозу, которая даёт вам эту энергию, которая вас зажигает, и тогда вы справитесь со всем остальным. Только 20%. Это минимальная доза. Минимальная. Чем больше, тем лучше. Ну знаете, вот я сейчас сталкиваюсь с молодым поколением, и вот это вот, я хочу заниматься только тем, что меня вдохновляет, я хочу делать только то, что мотивирует, остальные задачи делать не хочу, но позвольте, а кто их тогда будет делать? То есть всё-таки, вот, допустим, я прихожу к вам, и вот я хочу получить, допустим, профессиональную консультацию. Я знаю, что вы уже их не даёте, ну, или у вас очень большая очередь. В очень эксклюзивных случаях. В очень эксклюзивных случаях. Но, допустим, мне очень повезло. И я прихожу и говорю, ненавижу 80%. Вы меня разворачиваете и говорите, что у вас на 20% есть. Давайте выпишем ваши задачи и посчитаем. Нет, я буду помогать вам понять, как увеличить этот процент. Но суть не в этом. Ну, не может работа состоять только из того, что тебя прям зажигает, вдохновляет и всё так далее. Ну, дисциплина тоже должна присутствовать, правильно? Поэтому вот подумайте, если у вас есть 20%, но всё не так плохо. И что вам в работе не нравится? Что вас так выжигает, может быть? Это начальник? Это какой-то определённый проект, клиент? Ну что? И не всегда всё-таки нужно прям что-то радикально менять. Допустим, я прихожу и говорю, не люблю 80%, потому что начальник меня дико бесит. Ну, я вот утрирую ситуацию, наверняка такие бывают. Я иногда даю такой совет, что подожди, он может сам уйдёт. Это часто бывает, на самом деле. Есть методы, это ускорить. На самом деле, если не можешь изменить свою ситуацию, можно изменить отношения к ней. Либо ты меняешь компанию, либо ты меняешь компанию. Ну вот отсюда можно как раз и поговорить. Вот, допустим, я пришла и говорю, что в 81% всё, мы перешагнули 20%. Я говорю, что вот всё, мне точно нужно менять. В этой ситуации я могу оказаться, встретиться с рекрутером, я правильно понимаю? Это скорее карьерный консультант. Консультанты уже делают, есть такая профессия, тоже карьерный консультант, но зачастую рекрутеры, они тоже карьерные консультации проводят. Вот я, например, очень хорошо ориентируюсь в IT. И я, естественно, могу давать карьерные консультации, и кому чего обучаться, какие навыки востребованы и так далее именно в этой области. А вот расскажите, вот как мне, как трёхлетнему ребёнку, вот допустим, я пришла к вам как рекрутеру тире профессиональному консультанту, как рекрутер может мне помочь, например, если я решила, что всё, мне точно нужно менять не то, что может быть даже работа, а может быть даже целую сферу я хочу поменять. Ой, ну опять же, рекрутеры, они сами к вам придут, когда им нужно будет вам найти. Да, то есть это всё-таки карьерный консультант будет помогать. Если есть рекрутер, который и карьерными консультациями занимается, то вам здорово повезло, да, потому что у него есть понимание рынка и есть навыки карьерного консультанта. Вообще, как происходят карьерные консультации? Наверное, у многих людей очень ложное понимание. Они думают, что вот прям какая-то волшебная таблетка, вот я сейчас к Юле Ёлкину приду, она мне всё расскажет, что надо делать, чтобы я два раза больше денег получать начал. Нет, так не происходит. Карьерная консультация на самом деле – это работа ваша. То есть карьерный консультант будет вам задавать вопросы, будет вас направлять вопросами, вы будете на них отвечать и вести работу с собой. Возможно, у вас даже несколько сессий будет, да? Хотите попробовать? Я не… Вика, я не ухожу от тебя, не переживай, мы с тобой в подкасте, но… Я смотрю, ты уже решила, ты тут решительно настроена сменять сферу. Я же тебе говорила, что у нас с тобой законный брак, мы с тобой надолго. Давайте договоримся, что мы никого сейчас не подбиваем менять работу, да? Нет. Давайте так договоримся. Я сейчас буду, может быть, рассказывать какие-то там истории жизни или кейсы, и кто-то, может быть, узнает себя, и тогда он получит прям вот пошаговую инструкцию к действию, и ему это поможет. А кто-то поймёт, что у них всё в порядке, и, в общем-то, просто было интересно нас послушать. Два выхода было бы прекрасно. Давайте тогда ещё одно правило введём. У нас, к сожалению, многие люди любят готовые рецепты. Нет, конечно. Пожалуйста, то, что вы услышите, нужно интерпретировать под себя и выбирать относительно своего образа жизни и видения. Пожалуйста, включайте своё критическое мышление. Поехали. Конечно, на самом деле, хорошие карьерные консультанты не будут вам давать какие-то готовые инструкции, он будет скорее задавать вопросы, и когда вы будете на них отвечать себе, вы будете уже что-то осознавать, правильно? Но попили водички, сходили в отпуск, помогло? Замечательно. Расширяйте вот эту вот зону 20%, делайте ещё больше задач, которые вас заряжают. Не помогло? Чувствуете, что вот просто всё, надо что-то радикально менять? Тогда, возможно, мы можем вам сегодня немножко подсказать, да? Но, опять же, радикально менять. Менять сферу, менять профессию или просто менять компанию, здесь тоже можно определиться. Если человек приходит на карьерную консультацию, в общем-то, сначала наша задача понять, какую проблему мы решаем. Карьерная пересборка, о которой я хочу сегодня с вами поговорить, это как раз-таки для тех, кто понял, что всё, он больше не хочет заниматься тем, чем он занимался раньше. Ко мне часто приходят люди с такими-такими запросами, что я устал, выгорел, мне скучно, я чувствую, что я достиг потолка, что не хочу больше этим заниматься, я сейчас, меня колбасит, меня там лихорадит, я пересматриваю всё в своей работе. Если колбасит, это к другому врачу, по-моему, это к неврологу. Это к неврологу, да. Ну вот, понимаете, люди ищут себя, и их как бы немножко так потряхивает, а им некомфортно, да. В таком случае первое, что вот как бы я говорю, слушай, это нормально. Я поздравляю, ты растёшь. Это значит, что ты достиг потолка, и ты выходишь на новый виток эволюции вот своей карьеры, да. Первая хорошая новость — это развитие. Это как раз-таки вот эта вот боль роста. И если ты это чувствуешь, то в твоей жизни наступил очередной виток вот эволюции, и значит, ты готов переходить на новый уровень игры, да. То есть, ну, представьте, как компьютерные игры, прошёл один уровень, всё уже оттуда получил, подчеркнул и переходишь. Вообще, как бы принято считать, что каждые пять лет надо что-то новое в карьере, да, перезапускать, в бизнесе тоже. Но сейчас всё так стремительно вообще меняется, что три года вообще новые. Новые пять. И если так происходит, если человек думает, что ему на этом уровне, ну, скучно, тесно, вот тогда он будет искать себя на новом уровне. И, конечно, новый виток всегда начинается с сомнений и дискомфорта. Это обычно, если ты знаешь, куда ты растёшь. Ну, допустим, если ты представляешь свой карьерный путь, как раньше все спрашивали, когда устраиваешься на работу, где ты видишь себя через 5-10-15 лет, обычно человек примерно подозревает, куда он движется. Если человек не знает, чего он хочет, вот он сидит на работе, ему здесь не нравится, приходит на карьерную консультацию, у него спрашивают, давай мы с тобой пройдёмся по списку вопросов, может быть, мы поймём, куда, где твой следующий виток. Он говорит, я не знаю, чего я хочу, я не понимаю, куда я расту. Вика абсолютно права, то есть вот именно вот среди нашего поколения и на поколение младше чаще встречаются ситуации, то есть человек такой, ну всё, я чувствую, что хочу чего-то нового, то скорее там происходит другая ситуация, там происходит ситуация, я сгорел, я умер, я растворился, и при этом я знаю, что я чего-то хочу, но я не знаю, чего я хочу. То есть такая полная чистейшая апатия, я бы даже сказала. Такие люди тоже приходят к тебе? Конечно, вот именно те, кого лихорадят, они как раз-таки и не понимают часто, что дальше, чего они хотят. Я предлагаю вам на самом деле формулу, которая поможет вам понять, возможно, кем бы вы могли быть в следующей этапе. Кем я стану, когда я вырасту. Когда стану кошкой. И вот слушайте внимательно, я вас подведу этими вопросами к этой простой истине, которая поможет понять, кем бы вы могли стать. Но для начала вот я говорю, что я понимаю, как эти чувства, эти эмоции, я сама через это проходила. Да, я на самом деле, меня очень жёстко тоже лихорадило, я прошла трансформацию, ну примерно в 2021 году. Когда я вот прям поняла, что ну всё, ну разве это всё? Вот это всё, на что я способна? Рекрутеры, это как бы всё? Неужели я максимум своего потенциала вот использовала? И я вот прям искала себя, не знала, куда податься. Хотя в тот момент у меня был успешный бизнес, рекрутинговое агентство, да. Ну рекрутинг, он до сих пор очень востребован. Слава богу, у меня есть команда, которая в эти моменты пока меня шатала, да, поддерживала меня. Я, кстати, меня, да, выбрали рекрутером года в Эстонии. Ну это для меня был вот пик. И я поняла, что всё, теперь новый виток. А что дальше, я не понимала. И меня тоже вот эти страхи, сомнения раздирали. И честно сказать, я вот, если взять год, я 70% времени потратила на борьбу со страхами, эти бесконечные монологи, диалоги само собой в моей голове, да, и преодоление вот этих страхов. И вообще этот подход к пониманию, чего я хочу, что дальше. Потому что, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, это случается на самом деле. Это приходит, ты начинаешь замечать возможности. Часто люди прям чувствуют, что, блин, вот я чувствую что-то новое, вот сейчас что-то будет, а что я не понимаю. Они как будто ищут какой-то знак. Потому что это вызревает долго. Это не случается одночасье. Иногда это там, не знаю, какой-то там подкаст. Иногда это какое-то видео там, или кто-то что-то сказал. Вот что-то триггернуло. Вот меня триггернуло видео TEDx, честно скажу. Чтобы перезагрузиться. Как раз-таки там был разговор о reinvent yourself, о перезагрузке карьерной. Я просто поняла, чего я хочу тогда. Поэтому если кто-то сейчас ждет сигнала, какого-то знака от вселенной, вот, пожалуйста, это случилось, да. Но, ребят, ну не тратьте вы столько времени, как я. Потому что, когда я осознала, что я хочу, 30% времени пошло на освоение новой профессии, а 70% времени как раз на борьбу с собой, терзание, преодоление страхов. Вы подумайте, да, на самом деле. То есть 70% времени, это же на самом деле правда. Мы, как правило, тратим не на то, что мы открыли, начали искать там профессию или еще что-то. 70% — это мы лежим на полу в ванной, плачем и думаем, что, боже, у меня ничего не получится. Ну это же, по-моему, так и есть. А знаете, иногда люди на карьерную консультацию приходят, они на самом деле знают, чего они хотят. Только это бывают три варианта. «Позволь мне это сделать». Вот кто-то должен им сказать «Да, давай». То есть они приходят за разрешением как бы к тебе, да? Да, потому что, как из детства, знаете, мы такие все послушные, мы должны разрешение что-то получить. Либо он говорит мне «Скажи мне, что я достаточно хорош для этого». Люди очень часто сомневаются, а смогу ли я, а получится у меня, а достаточно ли я хорош. А вдруг мне еще там магистратуру надо закончить, второе высшее получите или еще что-то. Обычно такие люди, это люди, я не знаю, там с тремя дипломами, типа три диплома тебе не говорят о том, что ты готов к чему-то, да? А третья группа — это «Скажи, что я справлюсь». Нам нужна всем поддержка, нам всем нужен кто-то, кто нам скажет «Давай, ты можешь». Часто мы вот что делаем, это неправильно, может быть, или как бы многие из нас на этом обжигаются, мы к близким людям за этой поддержкой идем и не получаем ее. Кстати, да. Потому что почему? Тогда же им надо будет как бы меняться. Страшно. Страшно, да. А как бы, не, лучше оставить все, как было. Сиди-ка ты со мной в болотце, не дергайся. И тебе скажут «Да ну перестань ты, зачем ты? Господи, да что тебе не хватает? Вот у тебя же все и так хорошо, но куда ты опять лезешь?» То есть именно страх, что и они должны будут меняться, и эти перемены как бы повлияют на их жизнь, они тоже как бы их на подсознательном уровне заставляют нам говорить «Нет, слушай, давай, спокойно». То есть я правильно понимаю, что вот как раз-таки за этой мотивацией, разрешением, там, поощрением, пендалем нужное подчеркните, то есть к этому можно прийти на профессиональную консультацию? Ну кто-то авторитетный может быть, да, тебе нужен, кто тебе скажет «Давай, ты можешь». И, конечно, у тебя получится, ты справишься. Но зачастую это приходят все-таки такие же профессионалисты, я знаю, я сама такая, которые «Слушай, ну, наверное, мне надо еще там в универ пойти». А вот у меня кейс был с одной замечательной девушкой, которая была очень, ну, она всю жизнь там золотая медаль, там, красным дипломом, она, у нее была шикарная работа в Министерстве образования, она курировала там проекты огромные, но вот ей захотелось перейти в IT. Она уже, в принципе, руководила проектами, связанными с IT в Министерстве. Она не считала, что вот она готова. И, ну, наверное, мне придется пойти выше, еще там IT получить. Я говорила, слушай, ты такая трудолюбивая, ты такая дисциплинная, собранная, аналитически. Да на твои софт-скиллы можно одеть любую область. Давай, пробуй. Нет, она пошла еще, все-таки годик поучилась в ТТУ. Но почувствовала, что все, давай. А потом, буквально через полгода, год, там вообще очередь уже за ней рекрутеров стояла, и постоянно кто-то пытается хантить, потому что на ее софт-скиллс можно реально одеть любую область. И вот такие люди, я сама такая, им надо прям вот изучить, и чтобы просто почувствовать себя вот готовым. Я, например, когда решила, что вот я хочу создавать свои курсы, преподавать, я пошла что? Полгода отучилась на продюсере онлайн-обучения, чтобы все, все просто досконально, всю изнанку этого бизнеса изучить. И только тогда я себе сказала, ну-ки, можешь маленький курсик запилить? Вот. Ну, это нормально. Это нормально. То есть такие люди тоже бывают. В принципе, карьерные консультации, по сути, переходят, как бы строятся по системе поцелуй меня в лоб, скажешь, какой-то классный, позволь мне это сделать и перекрести на дорожку. То есть очень классно, когда есть люди, которые приходят, они знают, что они хотят, они такие, мне нужен просто вот пендерль в дорогу, грубо говоря, или разрешение. Да. Но есть огромный-огромный пласт людей. Вот у меня, наверное, каждый пятый я найду человека среди своего поколения, которые скажут, я ненавижу свою работу. Ну вот прям я точно знаю, что это не мое. Но при этом, когда ты их спрашиваешь, а что ты хочешь делать, они говорят, я не знаю, я люблю лежать на диване. Ну вот как Вика сказала. Ну потому что… Я люблю ничего не делать и получать за это много денег. Ну это вы делаете. Это как бы моя кутутокра, я стремлюсь в этой жизни. Но вот на самом деле вот таким людям, которые вот сидят вот на распутье, они уже просто вот не знают, что с собой делать, но не могут понять. А знаете, почему это происходит? Потому что они так вообще крутятся вот постоянно в этом ритме, работа там, дом, дети, учеба. У них не бывает вот этого времени полежать в тишине, не подумать. И вот человеку действительно нужна перезагрузка. Вот бывает, что между работами люди просто тайм офф берут, да? Потому что когда ты лежишь на диване, ну при условии, что ты не начинаешь тупить в телефон просто так, ты слышишь себя лучше. И начинают какие-то мысли приходить в голову. Поэтому нужно действительно побыть в тишине довольно продолжительное время. И в диджитал тишине тоже. Ну порефлексировать немножко. А еще очень помогает, если, допустим, вы чем-то очень активно занимаетесь, не только работаете, а еще, не знаю, там спорт, подкасты, блог, все что угодно. Надо как-то внутри своей головы отмечать, вот вы делаете какое-то действие, если вам это приносит искреннее удовольствие, запоминайте это. Потому что у меня, например, было так, что когда много всего делаешь в течение, допустим, рабочего дня даже, не замечаешь, просто как бы щелкаешь дела, как орешки. А потом у тебя реально есть ощущение, что ты вроде как упахался, а вроде как не понял, что сделал. Жизнь превращается в туду-лист просто. Да, кстати, вот эти туду-листы, это вообще отдельная история. Ну давайте немножечко поговорим про то, что лежать на диване, ничего не делать. Вот это вот зарабатывать деньги в легкости. Нет, нет, ни в коем случае. И не выходить из зоны комфорта. А ведь это, кстати, тоже наш бич-поколение, мне кажется. У нас очень пропагандируется идея. То есть была крайность. Поколение до нас, до миллениалов, они, простите, пожалуйста, это была тенденция, поправьте, если я не права, упахивались насмерть. И не меняли работу никогда. Вообще просто не меняли работу. Все надо было заслужить. Да. И поколение после нас, оно на это насмотрелось, и мне кажется, они бросились в другую крайность. Я, конечно, сейчас обобщаю, но есть такая динамика, и есть даже статистика, которая подтвердит, что поколение Z меняет работу в среднем 2,5 лет. То есть она начинает сразу менять и отрасль, и вообще. То есть как будто бы есть проблема, что следующее поколение боится трудностей, и как только вот приходит там злой начальник, который, не дай боже, хочет от себя результатов, мы такие, а? Выгорел. И выгорели, сгорели, и улетели. Арбузер, в конце концов. Нет, токсичный. Токсичный. Токсичный, да. Требует что-то. Ну да, ребят, но, наверное, сложные времена порождают сильных людей, да? Сильные люди порождают лёгкие времена, лёгкие времена порождают слабых людей. Ну, не все такие. Нет, ни в коем случае нет. Ой, я очень много с молодыми работаю, соприкасаюсь. Такие толковые ребята, вот просто влюблённость в профессии, трудяшки, и не будем обобщать, да? Но про выход из зоны комфорта. Зона комфорта — это прекрасно. Там тепло, уютно, но там ничего не растёт, понимаете? Обидно. И вот я за то, чтобы выход из зоны комфорта был периодически. То есть это как вот ты в качалку ходишь, да, и ты всё время должен напрягать мышцы, чтобы они росли. Вот когда ты чувствуешь немножко вот на грани усталости и мышечную боль, вот тогда мышцы растут. Но если ты будешь упахиваться каждый день там по три часа в этом спортзале, да, вот это прямой путь к выгоранию. Периодически выйти из зоны комфорта, сделать вот этот скачок в развитии — это нормально. И это как бы, это не про выгорание. Выгорание — это когда это затяжное. Деньги в лёгкости — это всё прекрасно, но позвольте, это в Инстаграме об этом говорят люди, которые до этого упахивались. То есть для начала нужно научиться деньги вообще зарабатывать, а потом уже говорить о деньгах в лёгкости, да. Поэтому да, ну вот советую всё-таки иногда из зоны комфорта выходить. Может быть, поиграем в такую ролевую игру, с которым я всё-таки пришла на консультацию. Вот какие бы вы вопросы мне задали, вот чтобы меня, может быть, как-то направить, да, потому что я так поняла, что работу делаем мы. У нас тут как будто бы вся наша аудитория сейчас пришла на карьерную консультацию. Да, да, вот сейчас вся аудитория, да, это ваш уникальный случай, да. Я бы сказала так, если вы не знаете вообще, что вас может зажечь, что вам интересно — это оказаться в тишине, отдохнуть, перезагрузить компьютер — это первый шаг, а потом я бы вам посоветовала искать, что вам интересно. Ну, тупо подписываться в Инстаграме на какие-то темы, подкасты, вот, накачиваться подкастами, пропустить через себя разную информацию, чтобы понять, что вас вообще интересует. Если что-то зацепляет, искать своих. Искать вот это комьюнити, которое развивает эту тему, или там блогеров кого-то, да, где вам будет интересно, вы поймёте, что вы хотите глубже и глубже в эту тему уходить, и вот тогда, возможно, вы нащупаете. Но если вы не будете пробовать разное, погружаться в разный контент, вы никогда это не найдёте. Первое — тишина, диджитал тишина, причём, то есть не скроллим ничего, прям сидим, грустим в комнате и думаем, потом начинаем начитывать, начитывать информацию, искать материалы, и третье — искать единомышленников, правильно? Вот мой кейс, например, мне зажгло, вот, как делают онлайн-курсы интересные, да, у нас, к сожалению, в Эстонии эта, в общем, ниша была недоразвита вообще, и ни у кого не спросишь, ни совета не поучиться, и я просто стала пылесосить всё, что в Ютубе есть, подкасты Ютуб, вышла на главных спикеров, я ещё книги люблю читать, там, главные книги по этой теме, и потихоньку-потихоньку я нашла вот этих экспертов, которые были мне близки, откликались, у кого я начал просто, ну, за кем я начал следить, и тогда я купила уже более такое серьёзное обучение, прошла его, но там в обучении было и комьюнити целое, то есть я, это просто, как бы, меня так зажгло, потому что другие люди тоже, да, это я не одна училась, поэтому я очень советую, ищи своих, ты когда определяешься, всё становится на своих местах, ты начинаешь замечать эти возможности, как бы появляется в жизни вообще, и люди приходят, которые вот помогают тебе двигаться дальше, всё, ну, вот, чтобы определиться, это вот самое терзание, самое сложное время, наверное, да, у меня есть хорошая новость для тех, кто понял, что надо что-то менять, не обязательно же карьеру новую выстраивать прям по кирпическу с нуля, можно сделать некую переупаковку себя, пересборку себя, то есть это что, это значит взять что-то старое, что у тебя очень классно получалось, и поженить чем-то новым, что тебя зажжёт, и, кстати говоря, мы с вами не поговорили о том, что происходит после того, как человек вот определяется. То есть как будто, может быть, мы пропустили нишу страхов? Да. Ох, я угадал, я угадал. Потому что, ну, всё, я определился, я хочу, и что дальше? И человек, ну, если он а-ля первые 48 часов какой-то первый шаг не сделает, со временем он будет угасать вообще в этом намерении, да? То есть, может быть, на самом деле поговорим про страхи, потому что, ну, было бы это всё так просто, то люди бы прыгали и меняли профессии, было бы, было бы всё здорово и замечательно. Ну вот, например, если я посмотрю на своё окружение, и человек, допустим, пришёл к выводу, что всё, надо менять отрасль, там, уходить ещё куда-то, для этого нужно, там, какие-то переквалификации делать и прочее. То есть это требует времени. И они, ну, вполне осознанно боятся, что, например, они не смогут что? Заплатить за счета. Да, то есть если они должны уйти с одной профессии на другую. И в карьерной консультации сначала мы выясняем, что человек хочет делать, потом мы работаем со страхами. Очень часто бывает такое, я уже слишком, там, у меня возраст, это уже слишком поздно что-то менять, это слишком долго учиться, да, это карьерный переход отбросит меня назад и в доходе, и всё такое. Очень много страхов, особенно у тех, кто, знаете, иногда даже смешно, мне уже 30 лет поздно что-то начинать. Ребята, у меня была ученица, ей было 53 года, когда она отучилась с нами найти рекрутера, пошла и нашла работу. Ну, в наше время вот поздно, это когда ты уже прям встать не можешь, да. Вот, поэтому и столько новых профессий, и на самом деле люди думают, что у меня же нет опыта, а в чём-то сейчас ни у кого нет опыта. Все вот в равных, да, условиях. Но чем старше ты становишься, тем больше у тебя уже багаж есть, накопленный опыт, да. Вот у меня сын спросил, мама, вот ты что, в институте на рекрутера выучилась? Я говорю, нет, сынок. Я сначала в школьные годы мороженое продавала в старом городе, потом я официанткой была, потом секретарём, потом ещё что-то, потом по персоналу. И каждая эта работа дала мне какие-то навыки, или я где-то отточила, где-то продажи, где-то там, не знаю, работа с компьютером, где-то общение с клиентами. И это такой каждый кирпичик в твой багаж, и из этого ты уже можешь строить, перестраивать, перекраивать. И это даёт тебе вот эту базу, и ты разбираешься, а что мне надо ещё добрать, чтобы перейти вот в эту профессию. Ну, какие у нас новые профессии СММ из последнего? Визуальщица для Инстаграма. Вот мне сейчас, да, интересная эта тема. Сейчас как будто все новые профессии связаны именно с социальными сетями, разные там рилс-мейкеры, сторимейкеры. Сейчас будут операторы чат-джи-пти у нас, сейчас будут какие-то инженеры, AI и всё такое. Да, то есть профессии будут появляться новые и новые, и, в принципе, на старте люди будут во многом равны. И очень много профессий, где очень низкий порог входа. Ну, вот рекрутмент сейчас, IT-рекрутмент, это тоже на самом деле профессия с низким породом входа. Потому что если ты там даже бухгалтером работал, у тебя уже аналитический склад матом, ты с цифрами умеешь работать, ты там какие-то коммуникативные навыки у тебя есть, да. А потом ты идёшь, обучаешься, как сорсить, как рекрутмент работает, и там техническую компетенцию изучаешь. И всё. Три месяца, если ты толковый, ты можешь уже получить этот старт. Таких профессий много. Мне очень нравится наша картина, мне нравится, что мы мотивируем людей, но всё-таки есть… Щепотка такой соли. Вот сейчас будет, да, немножко такая ложка дёгтя, потому что если обратиться к статистике, была за 21-й год по Эстонии, я посмотрела в LinkedIn.id. Она сказала, что в Эстонии самые востребованные профессии на тот момент были software developer, кто разрабатывает приложения, IT проект-менеджер, IT-менеджер, инженеры, HR, human resources, маркетинг и ещё Java, вот эти Java-девелоперы. Ну, они же, да, software-разработчики. Ну, вот разработчикам, тем, кто код пишет, там посерьёзнее порог входа, там надо учиться. Вот мы об этом и хотели поговорить, что очень многие востребованные профессии, они всё-таки требуют технической и квалификации очень серьёзные. У нас, например, Эстония… Технологичная. Технологичная. У нас, например, очень профессия инженера хорошо оплачивается и очень много предприятий. Ну, это не для всех. Да, но очень тяжело войти в эту профессию. Ну, давайте честно, в IT же не только инженеры работают. Если вас так привлекает сфера инфотехнологии, вы можете и на другие туда, опять же, идти рекрутером можно стать, тестировщиком, дизайнером, проект-менеджером и вообще сейчас очень много около IT-шных профессий, для которых вы не должны уметь код писать. Я соглашусь, но и добавлю своё но, что всё-таки очень много профессий, которые требуют действительно высшего образования или, как минимум, профессионального образования. Конкретный кейс. У меня друг был поваром, понял, что… Ну, он вообще сказал, лучше умереть. Вот такой, я просто не хочу вставать в 5 утра, заниматься этим просто не хочу. И человек пошёл учиться, чтобы пойти после этого в IT-сферу, начать с самого начала, с самого нуля. Тоже понимать, что всё-таки он молодой, да, всё-таки ему было там до 25 на тот момент. И у него это заняло, по-моему, около трёх лет. То есть три года он, простите, жил с родителями. Это, поверьте, не каждый готов на такой уровень стресса. Он ничего не зарабатывал, разумеется, никакой речи о личной жизни нет. То есть это достаточно такой тяжёлый переход. То есть люди тоже боятся. Что-то его близкие поддержали. Конечно, я там была. Шучу. Но я в том плане. Они его, конечно, поддержали, но сам факт. Но не все должны становиться программистами. Не все. Понимаете? Вот у меня, например, в команде работает замечательная Аня, чья профессия называется Learning Experience Designer. Дизайнер опыта ученика в обучении, онлайн обучении. Представляете, это новая профессия. Что они делают? Потому что в онлайн обучении сейчас геймификация, методология используется. Это всё как бы должно комбинироваться. И человек должен как бы в этой теме, как рыба в воде быть, он должен понимать, какие технические возможности, как методологию внедрить, как ученика от точки А в точку Б привести. Это обалденно интересная профессия. Это новая профессия. Конструирование процесса обучения для тебя. Чтобы это тебя зажигало, чтобы это было как интертеймент, как игра. Поэтому профессий очень много, не все должны становиться программистами. Но давайте практично дадим какие-то вопросы для наших слушателей, которые помогут им понять. Достаём ручку бумажки. Тем, кто сейчас находится вот в этом сложном периоде, когда их лихорадит, когда они не знают, чего дальше, когда они чувствуют, что вот-вот что-то интересное случится с ними, но вот не понимают, с чего начать и ждут знака. Зададим контрольные вопросы. Я буду вам задавать. Вы не обязательно должны делиться ответами. Да, мы попробуем. Подумайте для себя. И кто-то вот для себя, может быть, себя услышит вдруг и поймёт себя лучше. Как мы действуем на карьерной консультации? Вопрос. Когда мы поняли, какую мы проблему решаем, это смена компании, смена должности или смена сферы. Мы поняли, что человек хочет карьерную перезагрузку сделать. Мы бы его спросили, а что ты, чего ты на самом деле хочешь? Вот попробуй ответить себе, чего ты хочешь на самом деле. И тут самое важное, чтобы что. Потому что иногда люди, ну, они немножко заблуждаются. Вот этот второй контрольный вопрос, чтобы что, ставит на свои места. Вот, например, у меня недавно была такая консультация. И я спрашиваю, ну, чего ты хочешь? Это как раз-таки программист, управленец в IT. Он говорит, я хочу быть релиз-менеджером. Релиз-менеджер, который выпускает, да, вот что-то там, продукты, проект. Я говорю, а чтобы что? Ну, вот опиши мне свой идеальный рабочий день. Говорит, я сижу где-то на юге. Я в Ленинг-Эстонии, я работаю на удалёнке. Смотрю в окно, там солнце. Я такой на чиле, я на релаксе. Вот я в балансе. Я говорю, ты понимаешь, чем занимаешься релиз-менеджер? Это выпускающий, как бы, продюсер. У него всё время пятая точка в огне. Постоянно. Ты можешь сидеть на юге, но, скорее всего, ты только в окно будешь смотреть. То есть, как бы, и он говорит, слушай, таки да, а может мне просто программистом быть код писать? Как бы это классная творческая профессия, но у меня не будет вечно что-то гореть и ломаться и всё. Потому что если ты хочешь быть на релаксе и иметь свободу и на удалёнке, возможно, вот эта должность не даст тебе этого результата. Чего ты на самом деле хочешь, чтобы что? И здесь очень важно ответить на вопрос, как выглядит твой успех? Вот вы себе представляете, как ваш успех выглядит? Вот прям в деталях, в красках, чтобы вы почувствовали, как будто вы сейчас переживаете этот момент. У меня почему-то такие картинки в голове, как будто я по красной дорожке иду. Что мне для этого надо сделать? А, признание, признание. А у меня деньги зашелестили. Деньги зашелестили, ну вот. И вот сейчас, да, если вы считаете, что я там хочу, не зная, профессию выбираете, где не очень платят, то опять, чтобы что, не состыковочка, правильно? Если признание, красные дорожки хочется, здесь как раз-таки можно подумать, как двигаться дальше. Теперь надо разобраться, где я сейчас, что я сейчас имею. Вот здесь можно прям выписать. Hard skills — это вот твёрдые навыки, да, ну, например... Технические. Технические, да. Какими программами я умею пользоваться, если там языки программирования или там какие-то приложения или там, не знаю, снимать на телефон умею, да? Считать, что-то вычислять, если не про IT-сектор. И потом, какие у меня soft skills, да, опять же, гибкие навыки, коммуникация, там, аналитическое мышление. Критическое мышление, умение анализировать и воспринимать. Решать проблемы, стрессоустойчивость и так далее, да? Компетенция — это уже комбинация, да? Это уже, скажем, такой более глубокий ваш опыт именно в этой профессии. То есть, например, когда ты HR, ты уже прям знаешь, как в какой-то ситуации действуешь, исходя из вот этих soft skills и hard skills и тоже твоя компетенция. В общем, можете выписать себе это? Что я уже имею? Кстати говоря, я не отметила, что иногда, когда вы не понимаете, что вы хотите делать дальше, можно отталкиваться от того, что вы не хотите больше делать. Вот у меня тоже так бывает. Я говорю, что ну давай подумаем методом исключения. Я продажи больше не хочу, не хочу никому там звонить и что-то предлагать по телефону. Ну хорошо, вычеркиваем. Я не хочу больше в ночную смену работать, вычеркиваю. То есть здесь вам тоже, может быть, сократить вот этот вот набор вариантов поможет. И когда вы выпишете, что вы имеете сейчас, вы поймете, чего вам не хватает для вот этой перехода в новую профессию, да? При условии, что вы выбрали новую профессию, вы подумали, что у вас есть и чего вам не хватает. И вы начинаете как бы погружаться в эту сферу, искать обучение, думаете, может быть, мне какие-то сертификации надо проходить и так далее. Вот частый переход мы таких называем свитчерами, да? Это, например, человек там, может быть, в логистической сфере был там управленцем каким-то там, project-менеджером, а сейчас он в IT хочет. И вот он анализирует, что у него уже есть. Скорее всего, это как раз гибкие навыки. Чего ему не хватает? Вот, например, в IT, да, управление проектами уже там требует там agile, там, ну вот эти методологии, подходы. И вот он идет просто учиться, как внедрять вот методологии скрам, agile, канбан и так далее в IT и как в IT работает. И тогда он на старый багаж может добавить новые навыки и совершить этот карьерный переход. Вот для этого вам надо определиться, чего вы хотите, чтобы что, что вы имеете, чего вам не хватает, вот где я сейчас и чего мне не хватает. Тогда самое важное что? Действовать. Двигаться. Двигаться. И все думают, а, ну что, мне же сейчас сразу в IT не возьмут, IT project менеджером, ну что, я даже пытаться не буду. Ну дорогу осилит идущий, да? То есть я верю в силу маленьких шагов. Главное начать двигаться уже вот эти первые 48 часов, сделать что-то, чтобы уже этот путь начать. Но помните, хорошая новость в том, что не надо с нуля, а можно пересобраться. И иногда у людей на самом деле для какой-то работы уже все есть. Им просто не знают этого. Да, и просто переупаковаться надо. Понимаете? Приведу пример. Ну вот журналист, не знаю, как вы думаете, журналист справится с написанием книги. Очень даже да. Ну он, наверное, изучит методологию, там все-таки тоже как-то паральный подход, и он может там стать автором бестселлера какого-нибудь. Или подкаст, да? Он может изучить, как работает там YouTube, технические навыки. Он тоже может стать подкастером. Вот я как раз-таки вас сейчас веду к той формуле, о которой я обещала вам поговорить. Про переупаковку и про то, как понять, кем вы можете стать в новой жизни, да? Смотрите, есть такое понятие, я вам сказала, когда-то меня триггернуло наступление TEDx. Сейчас уже не вспомню, там было про Reinvent Yourself. В YouTube я посмотрела TEDx-видео, по-моему, женщина, это была Надя, но у нее сложная фамилия, я уже не выговорю. И она вот рассказывала о том, что важно перезагрузка, переупаковка, перезагрузка. Как бы надо заново себя находить каждые 5 лет, и если у вас бизнес, надо и с бизнесом то же самое делать. И тогда вы не будете в стагнации, вы постоянно будете переходить на новый виток эволюции. Тогда жизнь интересная, да? Ты приходишь на новую родни, и тогда не придется менять отрасль, и вы будете избегать выгорания. И помните, можно взять что-то, что вы классно делали из старой профессии, и поженить с чем-то новым, да? Потому что формула, которая, в общем, помогает изобрести себя заново, она такая. Можно взять все лучшее, ваше знание, опыт, навыки из вашей профессии, отбросить все лишнее, сконцентрироваться на всем самом лучшем и найти ему новое применение. Берешь самое лучшее, шелуху все отбрасываешь и думаешь, а как это можно в новом виде применить, в новой профессии. И очень часто, очень часто там минимальные усилия нужны, чтобы добрать какие-то навыки, потому что у вас уже есть огромный багаж знаний, навык и так далее. Здесь два самых последних классных контрольных вопроса, которые помогут определиться, в общем, что это может быть. Спросите себя, что я делаю лучше всего в работе. На шпагат садиться не подойдет. Лучше всего я сплю. Я ем. Что я делаю лучше всего? Но помните про 20%, да? Это же должно еще и зажечь нас. Не знаю, общаясь с людьми, наверное. Ну поэтому ты и подкастом занимаешься. Я вот лучше всего людей нанимала. Мне вообще ужасно. Я больше всего на свете люблю есть и разговаривать, и поэтому я стала плюсайс-моделью подкастом. Ну вот видите, это работает. Формула работает. Ну вот теперь осталось понять, как это еще лучше монетизировать, чтобы зашелестело. Значит, задали себе вопрос, что я делаю лучше всего? Я когда-то этот вопрос задала, когда меня колбасило, да? И я поняла, что лучше всего я вдохновляю людей на перемены. Вот за этим ко мне постоянно люди идут. Пишут, приходят, цветы потом посылают курьером. Я вдохновляю людей на перемены лучше всего. А теперь, чтобы еще и зажигала, да? Просите себя, что бы я делал с удовольствием, даже если бы мне за это не платили? Представьте, вы выиграли там миллион в лотерее, вам больше не надо работать. Вам как бы все равно скучно будет. Вот чем бы вы тогда занимались? Вот даже если бы вам за это не платили. Я бы какой-то такой штукой и занималась, как сейчас. Девчонки, значит, вам ничего не надо менять. Все хорошо. Кстати, если можно, я расскажу тоже про личный пример. Все, что вы сказали, у меня сейчас начала прокручивать в памяти. А ведь все так и было, вот то, как вы описали. Я заболела. Я лежала дома, это был ковид. Я заболела на три недели. Тишина. Я не могла смотреть телефон, мне было плохо. Я просто, я могла слушать только аудиокниги, которые меня крутили, крутили, крутили. Потом у меня вскакивает в голове мысль, что было бы классно заняться каким-то таким инфопродуктом. Начинаю слушать уже в этом направлении, там, в оставшейся неделе. И последний шаг. Я звоню Вике. Причем это было очень смешно. Она поднимала когда-то разговор о подкасте год назад, с того момента, когда вот я лежала больная. Я ей звоню, это было безумно весело. По-моему, тебе позвонила или я тебе написала? Я не помню. По-моему, ты мне написала. Ну, короче, да, там была история в том, что я ей забросила когда-то пару лет назад. Она проросла. И где-то у нее в голове осталась эта мысль. Вы представляете, за три недели я подняла датабазу из головы, которая у меня была год назад. И такая... Позволила себе это сделать. Да, и такая... Вика, ты меня помнишь? Она такая, ничего себе, ты проснулась. Я такая, я подумала. Так, слушайте, на самом деле так и есть. Кстати, ковид. Ковид спровоцировал очень многих людей на вот эти мысли, на карьерный тупик, на выгорание. И вот очень много именно стало разговоров о карьерной перезагрузке после ковида. Люди оказались наедине сами с собой, поняли, что все, да, продолжаться не может, я хочу что-то, да, новое. В моем случае я себя спросила то же самое. Я, ну, я говорю, что у меня до сих пор успешный рекрутинговый бизнес, все. Но я поняла, что, ну, это что, все? И что, весь фан закончился? А как же следующий уровень? Это же не мой, это не мой максимум потенциала. Меня тоже, как бы, ковид заставил, в общем, себя развлекать. Я стала просто покупать обучение вместо сериалов обучение. Я влюбилась, как можно вот вкусно сделать этот онлайн обращающий продукт, и меня засосало. И когда я себя спросила, что я делаю лучше всего, вдохновляю людей на перемены. А что бы я делала без того, чтобы мне оплатили? Я бы занималась наставничеством, преподавала бы и создавала бы вот эти онлайн продукты, потому что мне сейчас это так интересно. Но я объединила все самое лучшее, что у меня было, и вот это новое. Понятно, что я как идеальная перфекционистка, у меня вот синдром самозванца тоже признаюсь. Я пошла учиться, я прям вот так полгода программу прошла, сертифицирование, всё. И только тогда я позволила себе сделать следующий шаг. Всё-таки какая же это вещь, да? Вот у меня куча друзей тоже, кто хочет что-то начать, и ты такой, вперёд, давай. Они такие, ща-ща-ща, ещё курс на желание, карту желаний, ещё 50-ый, и 50-ый бакалавр возьму, тогда пойду. Вот эти сомнения, да, они нас сжирают. Это как будто противоположные люди. Я обычно прихожу, ну, допустим, подкасты, я зашла в студию и такая, так, это значит микрофон. Хороший старт. И у меня очень много из того, что я умею, как это, опытным путём приобретённые мною какие-то навыки и знания, и потом, если мне уже было что-то очень надо, я шла где-то, дотягивала свои знания на каких-то курсах. Но у меня обычно такого нету. Я сначала иду как бы в поле, там что-то пытаюсь покопаться, понимаю, как это функционирует, и когда у меня возникают вопросы по вот этому функционированию вот этого поля, куда я пришла, я уже иду тогда запрашивать. Ты помоложе, ты другое поколение, понимаешь? У тебя меньше страха вот сделать что-то не так. Я вот, вот у меня куча друзей, кто вот, у меня есть моя подруга, которая хочет открыть студию танцев. Она потрясающе танцует. Она просто, она когда танцует, я такая, господи, я женщина, даже мне как-то некомфортно, насколько ты хорошо танцуешь. Говорю, давай, открывай. Она такая, да, хочу, да, хочу. Я такая, ну давай. И она такая, сейчас 50-й курс ещё пройду, и тогда наверняка. А знаете почему? Потому что мы переживаем, что у нас не получится. Вот это вот право на ошибку у нас, возможно, не так много было, да, раньше, а сейчас вот более молодого поколения есть. Кстати говоря, я ещё вот подумала, что мы тут всё на позитиве рассказали, так классно. Представляете, сколько людей думают о том, что вот я тогда сделал какое-то, принял решение и пошёл не тем путём. А что, если я вот на эти все отвечу вопросы, и я сделаю, ну, не правильное вызово. И пойду, что уже 10 лет я провёл где-то не там. Ну, окей, 10 не будем преувеличивать, но человек довольно быстро поймёт. Но тогда, опять же, поздравляю, вы протестировали свою гипотезу. Правильно? Чем быстрее ты начинаешь это делать, тем быстрее ты понимаешь, что тебя не туда повело. А если ты долго-долго собираешься, ну, как бы ты оттягиваешь, а так не получилось, перестроился. Не надо фатализировать ошибки. То есть есть два пути. Либо мы сидим и ничего не делаем, и боимся, что у нас что-то не получится, либо мы делаем, ошибаемся. Окей, гипотеза была протестирована, и после этого мы находим то, что нам нравится со второй попытки, с третьей попытки. Да. Главное, чтобы не бросать вот эти эксперименты и пробовать. Так а если ты не ошибаешься, откуда ты знаешь тогда, как правильно? Ну, то есть, если ты всё время делаешь правильно, как ты можешь быть уверен, что ты всё время прав? Когда ты знаешь, где ты ошибаешься, ты тогда знаешь, где ты прав. И наоборот. Уже какая ты умная. Даже вот, знаете, когда на интервью приходят… Возьми этот комплимент, учись, брать комплимент. Спасибо. Всё, взяла. Это тоже надо учиться. Часто вот приходят… Я ходила там уже на два собеседования, мне везде отказывают. Говорю, слушай, ну ты просто на разведку, на рынок труда вышел, да? Потому что если ты идёшь, тебя отказывают, ты соприкасаешься с рынком, получаешь обратную связь. Просто продолжай ходить. Это же тоже навык. Поэтому вот люди боятся сделать эти шаги именно потому, что думают, что у них не получится. Но как будто бы всё равно есть люди, которые понимают, что вот сейчас ездят скоро, будут ездить беспилотники. Логистика – огромная-огромная сфера, где порог входа, буквально твои водительские права, это уйдёт. Отказ и самообслуживание, бухгалтерская работа – тоже всё уйдёт. Машины на автопилоте, которые сейчас активно разрабатываются. Да, ну вот в логистике вот я про них говорю. Да, нас тоже пугает, что рекрутеров робота заменят скоро. Я думаю, что, наверное, если ты топ-топ, неважно, в чём ты топ, да, допустим, там, топ-адвокат, топ-врач, топ-инженер, топ-рекрутер, то тебе ничего не грозит. Но всё-таки вот технологии, они как будто наступают нам на пятки. Ну, в Максима. Ну, реально. Ну, реально, это же люди теряют работу. Тётя Люда, которая 15 лет сидела на кассе Максима, теперь там больше не сидит. Но теперь автоматическая касса. Не только тётя Люда, извините, в зоне риска, то, что вот эти искусственный интеллект, он же теперь ещё и рисует. То есть там сейчас все графические дизайнеры присели. Простите, пожалуйста. Потому что они в дедлайны, да, укладываются. Но я к тому, что как будто бы технологии, они стали очень интересно, по-разному выстреливают в разные профессии. Скорость повысилась, изменения, да. Да, да, да. То есть вот какие вот твои прогнозы по поводу, может быть, каких-то отраслей, куда людям, может быть, не стоит, вот если они сейчас вот выбирают, может быть, не идите в эту отрасль, потому что ИИ уже прям дышит там в спину. Кому бояться, в первую очередь? Бояться тем, кто давно не учился и потерял этот навык, потому что сейчас с приходом всех вот этих новых, да, изменений технологий, самый лучший навык, который мы сейчас можем тренировать и своим детям давать, это навык учиться быстро переваривать информацию и внедрять её, не боясь. Знаете, есть такая тоже поговорка, что богатые постоянно учатся, а бедные всё уже знают. Вот не хочу проводить параллели с вымирающими профессиями, но, скорее всего, это не те люди, которые постоянно учатся. Учиться. Учитесь учиться, вот это lifelong learning, это сейчас просто, это не то, что роскошь, это критично просто. Если вот говорить о рекрутменте, да, я же тоже преподаю внедрение автоматизации и чать GPT в рекрутинговый процесс, у меня целый курс про это есть. Объясняю своим ученикам, что есть понятие как mindset, мышление, да, есть toolset, русский как, помогите мне. Как инструментарий. Инструментарий, да. То есть мышление и инструментарий. Развивайте мышление, потому что инструментарий сейчас будет постоянно меняться. И смотрите, если говорить о нашей сфере рекрутеров, потеряют работу, в первую очередь те, кто, ну, бездумно, кто как робот сам уже механические действия делает, да, он copy-paste, copy-paste там, не вдумываясь. Они потеряют работу первыми. Вторая категория, кто потеряет работу, это те, кто как бы всё хорошо знает, но не хотят инновации в свою работу вводить, да, ту же автоматизацию искусственного интеллекта. Они будут против этого, они не будут адаптировать, их будет уже дорого держать, потому что они непродуктивны будут. А те, кто обладает мышлением и адаптивностью, и учатся, и могут применять эти новые технологии, вот они всегда будут при работе. Так что учиться, учиться постоянно. То есть если ваша профессия состоит из каких-то вот бездумных действий, вы в зоне риска. Карьерные перезагрузки, они снова вас выталкивают какой-то опять из зоны комфорта, правильно, где вы снова тренируете свою адаптивность, быстро учитесь, и это позволяет вам не оставаться вот на месте, не стоять и в стагнации. Ну учиться и не бояться, не бояться учиться. И просто понять, что самое-самое стабильное — это изменение, это никуда не денется, это просто будет меняться, и надо просто уже принять это как данность и привыкнуть к этому. Это то, с чем я иногда борюсь, когда какие-то изменения в жизни происходят в работе или ещё где-то. Всё время хочется остановить это изменение, и как-то типа, эй, куда-куда, всё же нормально было, нормально же общались, нормально общались, куда? Ну там, не знаю, начальники меняются, какие-то отделы там, ещё что-то. Как-то вот я всё время борюсь с тем, чтобы пытаться остановить вот этот процесс, потому что, с одной стороны, я понимаю, что ну не остановить процесс — это нормально, что каждое предприятие развивается, и каждый бизнес развивается, каждая сфера развивается. А с другой стороны, так хочется вот, чтобы всё было как всегда. Да, хочется остаться, да. Да, это так, но что поделать, это жизнь, поэтому перезагружайтесь, переупаковывайтесь, не стойте на месте, учитесь. И самый большой двигатель вообще прогресса — это любопытство. И открытость к людям, и к знаниям, и к информации, и к изменениям. И пендель от Юлии Ёлкин. Волшебно! Нет, три! Я хотела закрыть. Нет, давайте лучше я поцелую в лоб, скажу, какие вы все замечательные, и перекрещу вас на дорожку. Скажу, вас и получится. Встаем в очередь. Вас и получится. Спасибо большое. Всё отлично. Я думаю, что все, кто хотел получить тот самый знак от Вселенной, это был он. Пендель — он. Он. Поцелуй в лобик. Тоже он. Вы всё получили. Вы поняли? Намёк был дан. Юля, вам надо чмокнуть в микрофон, чтобы люди почувствовали. Это воздушный поцелуй. Всё. Ну и всё-таки, ребят, сначала попейте водички и сходите в отпуск. Решайте тогда уже, меняешь это в своей жизни или нет. Абсолютно. Всё. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова